друзья всем привет рад приветствовать на нашем канале живая мастерская вершина сегодня у нас на тесте теперь 15 и наш клинок на кайлас новый терморежим и пробуем ближайшее время будет 125 ламинате то есть посмотрим на что она способна очень интересным и у меня еще 125 не было на тест но именно своей подготовимся итак друзья на месте не стоим стараемся все праздники мы работали отдыхать некогда нужно нас раньше вылетать и сейчас вот все полностью переходим на такие нужны это левое правое кому левша правша небольшое количество есть таких сделали модель качество ножен прошивка торец урез есть небольшая бахрома но это все мелочи это серийные ножны это не штучная поэтому для серийных я считаю это очень неплохо будут уже на белуху форму временную белуху на кайлас мини на некая сми не логан и логан на кайлас мини будут чуть позже но тоже будут будут с подвесом будут на шее стоим на месте развиваемся сейчас нас с 90 вернулись опять самый первый модель хищником такие были с небольшим клинком 120 то есть чем он удобен он не выворачивать сильно рук при каких-то в принципе на охоте наверное не бывает там сильных нагрузок боковых итак все мы закрепили порезу я то есть у меня новые идеи по поводу машинки для ряда я наверное озвучу позже когда уже будет идея когда я это все воплощу покажу все протестим вообще может того и не стоит но что-то надо делать либо два контрольных ножа заводить на низких результатах на высоких то есть 8х6 нфт оставить как результат допустим прошу прощения для моностолей и для порошковых столей там взять пропорциональную железку допустим который трезал три эталона чтобы и канат проверять в двух да ну чтобы не было кривой зависимости а был прямая пропорциональная зависимость потому что я прихожу к тому что зависимость нелинейная от каната канату то есть допустим они контрольный нож может резать так же а уже дальше порезом может могут у него результат выразительно отличаться поэтому поэтому я сейчас прихожу к тому что надо взять прям абразивный материал желательно подобрать чуть-чуть из изолевого шнурка с гридностью от 15 до 40 микро абразив это будет соответствовать размеру карбидного зерна который максимально удерживает режущую кромку ну что ж давайте сбросим наш счетчик все нас считает можно по нему подрегулировать все поехали друзья всех с праздником всех с прошедшими и наступающим новым годом праздники у нас удались на славу у нас мороза прям стояли таких хорош праздничные несколько раз машин даже не завелась приходилось аккумулятор отогревать вроде бы немного казалось там 30-32 градусов у речки около дома где квартиру сейчас где живу там потеплее а вот нигде мастерская я буду здесь за стенку там речка течет вообще красота природа речка течет все дела даже почти не поднимается груз если прям аккуратненько вести не намотал я думали за будет очень много так напомню у нас эталон 360 резов за . стандарт чугунный притер по 110 давайте еще маленько поговорим с вами там наматываю идей много этот год немного но скорее всего сейчас будем работать еще на качестве на ширине в плане эрозию я все никак уже год почти прошел как она у меня мастерскую еще никак не доделаю той часть еще розет половина нет хотя он сам электрик все на удлинителях все как у всех хватит ли нам его должно хватить в коробочке закрыты лежит и плюс наброшен тряпочкой чтобы всякая абразивная гадость у него не летела она тоже заканчивается надо здесь докупить потому что потому что не очень много а а а а Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 нет все теперь наверно все нет еще надеюсь на отрезал нет я вижу уже много не прорезает он как не прорезать не прорезать то хлоп раз и прям пролетел вот как сейчас хотя здесь уже он видите по три нитки не прорезать 6360 это ровно 9 они не 9 посмотрим все хватит закончен на этом и так блин прям бомба какая-то пушка сейчас еще посмотрим микроскоп что произошло давайте сейчас не выключая знаете как сделал микроскоп сниму там будет первый просто режущий кромку где-нибудь его здесь сниму это до заточки ну то есть этот мест не работал или вот это место не работал я про всю кромочку потом продублирую озвучила этот кусок вот потом посмотрим место реза как она режет он потом 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 вместо реза и поковыряем рог обязательно так давайте попробуем как он режет бумагу вот этот участок на основном работу поэтому смотрим блять мою мозоль натер ничего еще а в рюке а в канат представляете канат натер мозоль даже не заметил меня уж лопнул блин как даже без зацеп есть на нога и бром легкая легкая монета подскакивание но рез чист довольно таки так это очень очень хорошо очень хорошо микроскоп все друзья сейчас отключаюсь смотрим микроскоп так лишь часть микроскопа микроскоп так секунду поймаем режущую кромку смотрим это участок который не был подвержен работе подъем сейчас чуть дальше будет сразу самое жесткое место вот начинается на этот самое самое такое место который все больше работала нить уже износ режущий кромки есть присутствует радаешь пещеристая получается риски уже нету на ней карбиды торчат наружу их уже видно прыщи такие мелкие но при этом кромочка целая явных сколов нет подвод очень тонкий кстати на этом клинке все практически здесь дальше уже выход на рк все давайте сейчас ковырнем рог и посмотрим что будет рк все постараюсь в одном видео сделать единственная рмоши справку будет во втором видео так смотрим это место сейчас это у нас еще нет есть не ковыряли сейчас видно будет пару остатком рога где ковыряли по цветам побежал с там почему цвет меняется из-за рога вот она вот видите места побежалости это вот здесь ковыряли рог этим местом то есть вообще мы видим вообще ничего нету наверх а вот этот нет уйти рог это низков ну вот в общем все поправили мы на мусатике смотрим после мусата видите полностью все убралось после мусат довольно таки такая тонкий подвод но ведь он грубоватый мусатик хотя он вроде бы как сейчас почищу чуть-чуть вот сейчас секунду еще на дочь протру прям фокус вот вот все видно прям прекрасно все видно микро подвод после мусата здесь прям идеально все видно и место который больше всех работал и грек варе ли рук то есть на рк вообще ничего не осталось результатами но сами видеть после правки все мелкие недочеты ушли души ничего страшного мы главное видим что чего вот он вот место после рога прошли до цвета побежалости ну и все итак друзья еще раз всех приветствую получился небольшой у меня казус не снял не заснялась у меня не осталось крайнего видео заключительного где заключение по данной железки делаю и контрольного ножа контрольный нож умел я уже тест провел и сейчас не могу заснять из того что у меня кончился канат в общем все и сразу как обычно у меня бывало такое ну канат был там я переснимал в общем что подвожу итоги крайне видео после микроскопа после микроскопа что мы видим есть вот эта часть она поношенная до поношенная дальше потом я начинаю ковырять рог вот в этом месте нет уже сейчас нету был два микроскопа с загибами если на свет играть микроскоп там видно что он вроде бы чербинка большая но когда ты его начинаешь играть там видно что она переходит внутрь и потом там отламывается то есть это говорит о том что пластичные железки довольно таки высоко дальше что мы видим после мусата я правлю на мусате полностью все уходит там даже вот это риск от мусата намного крупнее того что был после рога до выкрашен то есть за два движения все это убралось полос уже на руке не осталось 3 4 дубль как мы видим волосы отлетать часть она все больше работает да не знаю видно не видно ну бекет до резцем что могу сказать по итогу это лучшая моя термичка вообще лучше всего что было раньше я как-то сначала еще сопротивлялся я возможно еще раз сделаю перетест для себя чтобы успокоиться потому что я говорил видео что контрольный нож эталон сделал 360 начали но это было после вот этих четырех клинков 2 это александр сауров принес на тесты мы делали 4 пинка один из них очень хороший результат показал 33 талона но не унесут потом я запишу видео по нему мы сделаем сейчас как раз канат надо купить будет перетест сделали и так контрольный нож у нас триста сорок реза 343 но минус 10 там триста тридцать пять рублей 333 получается но я прогулок для 340 у нас был три тысячи триста шестьдесят три реза на три тысячи шестьдесят три ты три триста шестьдесят скажем так делим на триста сорок они на триста шестьдесят как я вначале делил это получается девять целых восемь восемьдесят восемь сотых эталон то есть это 9 и 9 салона по факту в результат больше чем я больше чем очень доволен не передать просто словами у меня такого такой шок приятненький вот пока больше с ней с пятнашка я ничего мудрить не буду меня устраивает всю полностью то есть попал прям куда надо еще забываю все время как видео показать это нож мой личный из машины нужно обратить внимание это подарок от владимир свиридова мало того подарок он сделал эту модель нам подарил в каком плане мы теперь будем такие модельки делать на наши ножи полностью разработку владимир свиридова с его логотипами но есть очень сложно довольно таки сделано это улюбит заморочиться над всей этой красотой метод отдельно произведение искусства мало того он сейчас нам сделал на модель на эйгер и на сплит спасибо тебе огромное блин неоценимую помощь оказываешь то есть вот эти модели у нас будут серийки но с ножами с карбоном которые ну или без и не без карбона кому в общем надо будет шейные ножны будут такого типа с клапана не с клапана пока не знаю либо мы упростим потому что вот это вот это очень сложно делать либо клапан будет пришиваться то есть владимир здесь подвес до пришитой а мы просто клапан пришьем вместе с подвес чуть-чуть упростим потому что ну серийный тут очень проблематично и долго делать придет тоже скоро эйгер там тоже наподобие такие же такое же произведение искусство тоже оставлю нужно себе они очень красиво сделаю обязательно эйгер или пятна а мне уже в 90 и не сделаю и все изрезал ну посмотрим что нибудь такой ведь обломочек может быть какого-нибудь ламината будет посмотрим поэтому просто и так итоги подвели я счастлив до безумия друзья всем спасибо наблюдайте за нашими дальнейшими сериями следующее будет 715 и не знаю правда тогда сейчас быть за канатом съездить она кончился всем друзья спасибо всем пока